В Сочи традиционное место сбора – площадь Зимнего театра. Небольшой концерт с участием творческих коллективов районов, поздравления от главы города, зрелищный выпуск «Шаров неба» и старт параду. Тепло на душе и ликует страна! Слава России! Ура! Шествие по праву открывали ветераны Великой Отечественной. За ними барабанщицы, военный оркестр и в основной колонии глава города, депутаты городского собрания, почетные жители и представители районов. В колоннах – воспитанники спортивных школ города, представители городских предприятий, институтов, молодежных движений, творческие коллективы, управляющие компании и жители Лазаревского, Хостинского, Центрального и Адлерского районов. В общей сложности по центральной улице курорта с плакатами и воздушными шарами прошли более 20 тысяч сочинцев. Мы открываем, по сути дела, весенние праздники, открываем летний пляжный сезон. И, конечно, сегодня 10 тысяч горожан вышли сегодня на демонстрацию. Тем самым они поддерживают партию «Единая Россия», потому что организатором этой колонны является партия «Единая Россия». А это значит, что поддерживают руководство партии, поддерживают президента Российской Федерации. И это наша солидарность. В этом году 1 мая отмечает 25-летие со дня преобразования. С 1992 года праздник стал символом расцвета весны и народного единства. В советское же время он носил исключительно политический характер и проходил под лозунгами организованных колонн трудящихся. Некоторые сочинцы до сих пор помнят те шествия и сравнивают с современными. Я в школе училась, в английской. Мы все время шли мимо трибуны и так же кричали. Ну как сейчас? Сейчас замечательно, мне так нравится. И вот мне кажется, наш город самый лучший, самый красивый, просто необыкновенный. Я считаю, что патриотизм возвращается к людям. У всех есть желание улыбаться, веселиться, детей маленьких с собой брать. Говори, с 1 мая. С 1 мая. Шикарная погода, праздничная. 1 мая – труд. Поздравляем сочи с праздником. Вообще история этого праздника уходит корнями в далекий июль 1889-го, когда весь мировой пролетариат вспоминал о героической борьбе американских рабочих в Чикаго против эксплуататоров. Суть праздника менялась со временем, а вот шествие в этот день проходило всегда. Колонна прошла по курортному проспекту до площади Южного Мола, где для гостей и жителей курорта была организована концертная программа. Развлекательные мероприятия проходили во всех районах города до самого вечера. Ну а главное, что 1 мая – это возможность отдохнуть всей семьей и дружной компанией. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.